Внимание! Евгений Самойлов зажигает огонь областной сельской школы Геаны! Почти тысяча участников из 32 районов Омской области, 2000 болельщиков. Отремонтированный для состязаний стадион собрал тех, для кого спорт – это целая жизнь. У нас здесь друзья живут. Мы приехали с большим удовольствием посмотреть на праздник Севера. Отдохнуть здесь вместе с друзьями и посмотреть, как все организовано, как действительно организовано мероприятие в Одесском районе. Очень красиво, очень замечательно. Нам очень все понравилось. Настроение хорошее, отличное. Мы очень рады приветствовать гостей к нам, спортсменов. Сами-то участвовать будете? Ну, пока мы здесь не участвуем. У нас есть более профессиональные, так сказать, спортсмены. Сами участники праздника Севера признаются. Для того, чтобы сегодня попасть на стадион Одесского района, в течение всего года они готовились к этим играм. Единственное в своем роде наше сельское спартакиада требует практически тех же метров и секунд, что и профессиональный спорт. Приехали только побеждать и показывать свои лучшиеся результаты. А в каких видах спорта будете участвовать? Будем участвовать в лыжных гонках, в палеотлоне, в зимнем мини-футболе и в мотокроссе. Ну, приехали мы, конечно, с хорошим настроением. Одесситы проявили себя очень гостеприимными. Встретили радушно, с хлебом, с солью. Очень рады. Надеемся, что выступим достойно в палеотлоне, а также в шорт-треке. Впрочем, не только спортивные события на стадионе привлекают жителей и гостей столицы проведения сельских игр. Помимо традиционных спортивных состязаний, в самом центре районного поселка Одесская раскинулась ярмарка народных ремесел. Кроме этого, зрители здесь развлекают творческие коллективы Омской области. Чего здесь только не встретишь. Одежда по старинным лекалам, древние самовары, всеразличная кухонная утварь. Даже дети состязаются в борьбе на мешках, как несколько веков назад. В этом году праздник Севера не просто спортивный праздник. Он уже давно дополнился и масштабными всенародными гуляниями. Сплошной позитив, наступление весны, веселье, радость. Хочется пожелать всего самого хорошего всем. За два дня определили победителей призеров в 11 видах спорта. Пять из них – скоростная радиотелеграфия, биатлон, шашки, семейные соревнования, конкобежный спорт – прошли до официального открытия. Для хоккея, мини-футбола, шорт-трека, лыжных гонок, зимнего полиатлона и мотокросса готовили самых лучших и титулованных участников зимних сельских спортивных игр. Кубок чемпионов в общекомандном зачете выиграли спортсмены Тарского района.